Статистика по семейно-бытовому насилию в этом году резко вырастет. Такой прогноз делала адвокат Айман Умарова. Дело в том, что буквально на днях вступает в силу одноименный закон, и раскрываемость подобных преступлений станет выше, уверена специалист. И это не будет говорить о росте числа самих преступлений. Напомню, два месяца назад глава государства подписал поправки, ужесточающие наказание за домашнее насилие и насилие над детьми. Чего ожидают от этих новшеств, эксперты выясняла Дельнас Насекенова. Ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие Касым Жумар Токаев поручил еще в своем сентябрьском послании 2022 года. Позже глава государства не раз поднимал этот вопрос в своих выступлениях. И вот 15 апреля этого года закон был принят. С первых дней моего президентства я уделяю большое внимание защите прав женщин и детей. Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении. Роль матери в воспитании гражданина своей страны неоценима. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным. Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации. Эксперты назвали закон одним из самых прогрессивных на постсоветском пространстве. Теперь за побои в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. Также нет возможности отделаться штрафом или ограничением свободы за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью. А за призыв к суициду преступника ожидают штраф до 200 МРП. По словам мажорецвумен Жуды Сулейменовой, все эти новшества сформируют в обществе новую этику и культуру. Помимо этого, в обществе появились фейки о том, что в законе прописаны нормы, которые детей лишают семей. Таких норм изначально не было и нет. Во-вторых, мы не только криминализировали бытовое насилие, но и предусмотрели вопрос создания центров по защите семей в отдаленных сельских местностях. Радует, что после подписания закона главой государства женщины, которые годами молчали, начали говорить об этом, потому что они впервые почувствовали, что государство на их стороне. Кроме того, теперь есть запрет на условия проживания жертвы и агрессора. То есть, если жилье принадлежит жертве, то агрессора будут выгонять. Что касается защиты прав детей, теперь за педофилию только пожизненное наказание. Такой же срок и за убийство несовершеннолетнего. Ранее в этих двух случаях были два варианта. Либо пожизненное лишение свободы, либо срок до 20 лет. Теперь закон не предусматривает альтернативных мер. Запрещено высаживать детей из автобуса. Тоже новая норма. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Вели ответственность и за буллинг. Сейчас и по поводу буллинга детишки наши будут защищены. Так как и в школьных, и в дошкольных организациях, и в обществе идет нулевая терпимость. То есть необходимо сообщать, скажем, о таких мерах, которые происходят. Более того, сейчас я уже слышу, когда соседи абсолютно четко проявляют нетерпимость. Когда слышат плач ребенка, слышат крики одного из членов семьи, родителей или еще кого-то. И при этом делая замечание, то есть это уже имеет обратную реакцию. Потому что люди понимают, то есть члены семьи понимают, что будет применено, скажем, абсолютно на законном основании, будут применены меры, которые повлекут за собой ответственность данного агрессора в семье. По словам правозащитницы Аймана Умаровой, закон поможет снизить уровень агрессии в обществе, соответственно, и количество пострадавших женщин и детей. Однако статистика может резко взлететь после принятия закона. Но это не будет говорить о росте преступности, объяснила адвокат. После принятия закона статистика по семейно-бытовому насилию поднимется. Это не значит, что таких случаев станет больше, а то, что выйдут наружу те случаи, которые все это время не подвергались наказанию. То есть, если раньше агрессоры ограничивались административными штрафами, теперь будут наказы по уголовной статье. Соответственно, это отразится на статистике. Но это будет только в начале. Я считаю, что это первый шаг на пути к решению этой проблемы. К слову, закон вступит в силу уже 16 июня этого года. Однако следует помнить, что это большая социальная проблема, для решения которой потребуется немало времени.